Серия лжаминирования выбралась за пределы региона и добралась до Ростова-на-Дону. На телефон местного автовокзала поступил анонимный звонок. Мол, территория заминирована, принимайте меры. Меры приняли, людей эвакуировали. Но сообщение оказалось ложным, никаких СВУ не обнаружили. Зато установили личность звонившего. Оказалось, так разыграть ростовчан решила 20-летняя рыбновчанка. Дело раскрыли всего за пару часов. Органы следствия получены информацией с Ростова-на-Дону, у которой была подверждена, что данный звонок был осуществлен. Получена информация о причиненном ущербе в результате этого всего. В настоящий момент предварительное следствие по уголовному делу окончено. Последнее предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотрено 207-й Уголовного кодекса Российской Федерации. В связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Следователи выяснили, что жительнице Рыбнова пришло сообщение в одном из мессенджеров. Неизвестный попросил позвонить в Ростов-на-Дону и сообщить о минировании. Разумеется, не бесплатно. Тем более девушке и самой давно хотелось похулиганить. Изменила имя, голос с помощью программы и оставила сообщение о минировании за 800 с лишним километров от родного города. Тот день у нее вообще был особенным. К дикой выходке со звонком она еще добавила криминальный дуплет. Присвоила чужой телефон и похитила деньги. А потом попыталась замести следы. Меры предосторожности, впрочем, не особо ей помогли. Теперь за телефонный звонок жительнице Рыбнова грозит до пяти лет за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Хотелось бы предупредить граждан, которые совершают данные преступления, о том, что безнаказанным это не останется. В любом случае при совершении данного преступления остаются, так скажем, информационные следы, по которым легко вычислить человека, совершившего данное деяние. Сейчас число анонимных звонков в разные регионы о минировании участились, говорят следователи. В одной только Рязани 7 июня стали поступать сообщения о минировании зданий судов. Все они оказались ложными. В Следственном комитете напомнили, что у всех таких преступлений несколько категорий. Самое тяжкое – за сообщение о минировании госорганов до восьми лет. И как ни пытайся скрыться, все равно найдут. Следы остаются всегда. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.